за это время. Поэтому, я думаю, как вы в ней уверены, так и она может довериться со всей своей страстью, со всем своим характером. Я ей сказал, что если ты мне позвонишь, значит мы вместе. Ну и чё? Дорвалась, минут на 40 был поцелуй. Я Лариса Гузеева, это «Давай, пожалуйста, добрый вечер!» Сегодня у нас невесты Ирина, Фатина и Марина. А жених у нас Дмитрий. Дмитрий, 35 лет. Сумел простить возлюбленной жёсткое предательство и готовился стать её мужем. Но свадьбе не суждено было состояться. Дмитрий силовой эквилибрист в цирке. Ежедневно посещает тренажёрный зал и любит петь в караоке. Признаётся, что делит девушек на цирковых и гражданских и краснеет от комплиментов. Дмитрий не уживётся с гиперактивной девушкой и не станет воспитывать чужих детей. Женится на симпатичной спортсменке с упругими ягодицами, непростым характером и ангельским терпением, которые позволят ей ждать его с гастролей. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Хотела бы преподнести вам цветы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я понимаю, Дмитрий, вы прямо с арены цирка к нам. Конечно. Да? Это тот, от ком я думаю, который тебя крутит-вертит над головой? Да, это мой партнёр. По какому шоу? Бестарный с вами. Она не приставала к вам, нет? У нас партнёрские отношения. Естественно. От сердца отрываю, Ларис. Я его даже в жениться привела. Нет, наверное, приставала как раз с предложением прийти в программу. Я представляю, он её крутит, а она ему, приходи, приходи, давай поженимся. Женимся. А, Тин, как тебе жених? Если честно, не ожидала настолько накачанного. Меня, конечно, окружают такие мужчины на работе, но всё-таки тут мышечная масса впечатляет, и я уже дрожу. А мужчин покажете? Пойдём. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мама дорогая. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво, Роза! Браво! В детстве я мечтала выступать в цирке. Я хотела, чтобы меня отдали в цирковое училище. Я слёзно просила маму. Ну, любишь, ты любишь, ты посидеть на шее. Неудивительно. Я уже больше стремалка, а. Я не только сижу на шее, но и стою. А какие кадры, а? Молодец. А вы тренер? Да. Как с Розой работаете? Замечательно. Не удивлена ни одной секунды. Я хочу вам сказать, что на самом деле в проекте должен был я с ней работать. Две репетиции просто хватило, но я Розе пообещал, когда мы с ней первый раз встретились, когда я приехал специально посмотреть, когда она прыгала на тренировке, я ей пообещал, что я сделаю всё, чтобы она как можно дольше была в этом проекте. И когда я попробовал, я понял, что лучше будет, если будет помоложе партнёр. Ну, конечно, да, возрастные обуви. А я постою рядышком, подержу, помогу. И вот поэтому они в проекте. Я открою секрет, шикарно просто. Просто настолько шикарно. Вот уже... Ну, ладно, не буду. Ну, не всё, Андрюш, шикарно. Шикарно всё. Она неправду сейчас говорит, шикарно всё. Роза молодеет на глазах. Молодеет, молодеет. Она очень хорошо выглядит. Мы восьмой год в одной упряжке. И, может быть, для всех это будет неожиданностью. Мы не то, что ни разу там не поссорились, не фыркнули друг на друга. Но мы в... Мне кажется, что мы в очень хороших отношениях. И... Я за тебя, Ларис, всех порву. Да. И Роза мне ближе, чем многие стало за это время. Поэтому, я думаю, как вы в ней уверены, так и она может довериться со всей своей страстью, со всем своим вот характером. Лариса, ну, я думаю, что у тебя будут большие восприятия. Вот как раз Аланта нам вставила очень интересный номер. Я, значит, подхожу... Ну, на тренировке я его не целала. Ну, чего я его смущать буду? Ну, так. Хотя нам эта идея была Андрея. Я прямо вот уже перед выходом подхожу и говорю, Андрюш, значит, смотри. Я тебе сейчас поцелую, будет прямо настоящий. Ну, в конце концов, драматургии надо добавить. Аланта попросила. Говорю, ты не дёргай его сразу, да, ему секунд десять. Ну, и чё? Дорвалась, минут на сорок был поцелуй. Я-то дорвалась. Столько у Демасика глаза были выторщенные, и он даже забыл меня обнять. И улетел. Прям я так обиделась, думаю, ну, надо же, ну, прям такая драматургия была. Нет, вот в этом я его, кстати, понимаю. Я бы тоже растерялся на его месте. Мало того, я знаю про Дмитрия секрет, он краснеет даже от комплиментов, что удивительно. При такой брутальной внешности. Но вы реальный красавец. Вы знаете об этом? Я сейчас треклю, конечно, спасибо. Да. Поэтому, если вам кто-то будет говорить, что вы стрёмный дрищ, не верьте. Ну, я считаю, что тебе именно такое нужен, мужчина. А, ну, чтоб я сразу стихла, да? Увидела, и сразу восточная женщина проснулась. Удивительно то, что вам не везёт в любви, что вас там кто-то предал, обманул. Для меня это так странно. Дим, ну что за фигня-то? Кто это была девушка? Из цирковых? Из ваших? Нет, это не цирковая была. Начали общаться, всё хорошо, и через полгода я узнаю, что она ждёт молодого человека, с которым у меня были отношения. Не очень молодого, из мест. Не столь отдалённых, да. И верил до конца, что придёт он, и она сделает правильный выбор. Такой не очень разговорчивый. Может, стесняется. Ну, по крайней мере, говорит. Вот это уже хорошо. У меня было подозрение начальника, что она вообще не умеет разговаривать. Как, знаешь, говорят, силы есть, ума не надо. Я ей сказал то, что если ты мне позвонишь, значит, мы вместе. Нет? Помните фильм «Некоторые любят погорячее», а про девушек, можно сказать, а «Некоторые любят дермидонс». Понимаете? Поэтому что вам? Славьте густо, что так всё получилось, что она от вас отвалилась, как болячка. Не совсем она отвалилась, потому что где-то около года я узнавал... У нас были общие друзья уже на тот момент. Я узнавал, где она, что она, как она. Зачем? Вот так? Да, очень сильно прикипела она ко мне. Я к ней. Мы тяжело об этом говорили. Но время, на самом деле, прошло уже достаточно, чтобы на самом деле всё это пережить. Через год я добился. Ну, любил. Ну, упертые. И что? Стали жить вместе. Она бросила его, поняла, что я тут единственный и неповторимый. И стали жить вместе, всё хорошо, но я ей сделал предложение, да. Ревновали, не проверяли, встречается она с тем, нет? Был один момент, когда она сказала, что пошла к бабушке в больницу, а получилось так, что на тот момент был ещё телефон с автоответчиком, да, и когда сработал автоответчик, я услышал её голос, голос женщины, и она оказалась у мамы этого молодого человека. Хотя мне сказал к бабушке, может быть, такая мелкая ложь, но она... Вырождает большое недоверие. Мне просто на самом деле не верится, что ещё есть такие мужчины, которые могут добиваться там ещё, вступать, соперничать с кем-то. Но вы этого уже терпеть не стали. Ну, как на пороховой бочке. Зачем он вернётся, она к нему не вернётся, зачем эта мама? Проглотил на тот момент. До свадьбы дела не дошло, слава богу? Я за три месяца передумал. Когда мы сидели, составляли список, что нужно, как нужно, и когда она сказала, я хочу 7 белых ауди-лимузин, я просто ей сказал, я говорю, ты же видишь всё финансовое положение, которое у нас, да, мы жили вместе. Когда мне сказал, я же замуж один раз и выхожу, я сказал, не факт. И в этот же день составил список за и против, и против победила. И даже, слава богу, что так произошло. Он очень хороший, по нему очень видно. Мне кажется, он готов и для семьи, он уже, вот видно, мужчина готов, очень уже. Я так понимаю, что вы созрели уже, да, для отношений детей, хотите? Да уже хочется, конечно, уже 35 лет. На что будете обращать внимание теперь? Обязательно. Ну, дети, допустим. Ну, я так почему трудно сказать. Ну, дети, конечно же, ну, не хотелось бы, но если ты понравится человеку, и будут развиваться отношения, и полюбишь, что... Слишком бурное прошлое. Ну, всё будет зависеть от ситуации, и что за прошлое, как-то сейчас трудно сказать по этому поводу. А ты мне всё время как говоришь? Мне, говорит, всё равно, лишь бы... Приседала. Лишь бы приседала. Как думаешь, твои ягодицы подойдут? Ну, посмотрим, подойдут ли мои ягодицы. Интересно, по кем параметрам он выбирает ягодицы? 90, 60, 90. Это не ягодицы уже. Батину с этим проблем нет. А у меня, может, уже такой тест. Я ещё не поняла. Меня это не спрашивали, как я тестирую. Вы сказали, что для вас цирковые и не цирковые, это абсолютно два мира. А почему из своих не выберете? Понятное, будет с вами гастролировать. Представляете, вы уедете, у вас же длительные гастроли. Это же даже не один месяц. И что ей делать? Понятно, что она должна быть с вами рядом. И там будут и упругие ягодицы, и всё, и всё видно, и всё читается. Тим. Возвращаться-то куда-то надо. Будете вдвоём возвращаться. Ну, тоже, когда вдвоём работаешь, сколько знаю случаев, когда люди работают в одном номере, и за дня в день, 24 часа в сутки. Не в одном номере. Но она пусть будет рядом. Там же есть и костюмеры, и гримеры, и художники. А потом так и будет, в конце концов. Ну, нифига что ли. Ну, что ты как это... Зачем ты? Зачем ты уйдёшь? Я понимаю, если бы был парень какой-то некрасивый. Ты смотри, какой красавчик. Ты смотри, какой классный вообще. Дмитрий, цирк – это ваш выбор. Правда? Конечно. И, конечно, когда вас видят на арене тысячи женщин, о вас мечтают. Я вам желаю встретить женщину, которая не только о вас мечтает и идеализирует вас, но она будет это продолжать делать всю жизнь. Вот есть такие, знаете, из разряда поклонниц, которые будут намногое закрывать глаза. Вот просто как мы детей любим, просто потому что они наши дети, и они для нас всегда прекрасны. Есть такие женщины, которые способны так любить мужчину. Вот я желаю, чтобы для неё трудности были нетрудности, безденежи, не безденежи, а сплошное счастье. Вы этого заслуживаете. Вот такую, как Роза, лет 20 назад. Да. Вот которая может сказать, вот это главное, это второстепенное. И я ради этого главного буду жить. Мне кажется, в моём возрасте уже циркачки не будет. Да, старушечка. Будешь брёвнышком, он тебе будет носить. Брёвнышком. Вы меня научили о таком понятии, как партнёрш. Помнишь, Андрюш, ты сказал, подожди, мучишь и говоришь, что бы ни делала твоя партнёрша, она должна быть 100% уверена, что даже если пошло не туда, в нашей голове у партнёрши может быть всё, что угодно, ты должен её чувствовать и страховать. То есть, что бы она там ни делала. Вот я бы, конечно, хотела такую партнёршу. Что это значит? Ну, я тебя уже, Дим, изучила. Ты ведомый. Тобой надо руководить. Тебе надо сказать... Не просто руководить, тебе надо сказать, Дим, делаем то-то, делаем так-то. Ты должен быть всё время спокоен. Ты приходишь, даже не знаешь, что ты не знаешь, что тебе делать. Но ты всегда знаешь, тебе скажут, что... и так далее. Подстрахуют, покажут, пожурят, дадут, объяснят. Но при этом тебя обязательно надо хвалить. Я понимаю, от молодой девушки это сложно дождаться. Но некий потенциал, поверь, это... Ну и что-то я, может быть, чему-то подучу. Вы в жизни должны быть так же уверены, как и в вас, уверена Роза, что вы её всегда подхватите. Дело в том, что ты такой человек, тебе придётся его двигать. Неизвестно, захочет ли он двигаться, потому что ему 35 лет. Захочет ли он... Тебе его надо будет постоянно толкать. А звёзды что? А звёзды говорят, что вам нельзя брать женщину-экстремалку по натуре. Она должна быть максимально спокойной, максимально домашней. Поэтому совсем Розу я не рекомендовала. Потому что в Розе вот это желание проверить себя на прочность, оно живёт даже 20 лет назад. Оно было в ней всегда с рождения. Я желаю вам ту, которая совместит в себе серьёзность и легкомыслие одновременно. Это синтез девы и близнецов в вашем гороскопе. Нужна та, которая сможет и расслабиться, сможет быть достаточно серьёзной для того, чтобы вам казаться солидной. И та, которая будет и вас радовать, и вы тоже. Не включите своего внутреннего учителя, который у вас тоже есть, хотя сидите вы и скромничаете сейчас. Может быть, та самая и будет, вот первая девушка, с которой вы сейчас познакомитесь? Возможно. Проходите. Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Ирина. Я очень рада нашему знакомству. Желаю вам сегодня сделать правильный выбор. Хочу отметить, у вас очень красивая фигура. Вы очень добрый человек по глазам. Я надеюсь, что у нас с вами сегодня всё получится. Спасибо за сидеть. Очень хорошего. Ирина, 26 лет, частный предприниматель. Открыла спортивную школу. Гордится разрядом кандидатов в мастера спорта по спортивной акробатике и тем, что разыскала своего отца. Признаётся, что когда нервничает, загибает пальцы ног. Ирина была уверена, что встретила мужчину своей мечты до тех пор, пока не познакомилась с его женой. Надеется, что Дмитрий не обременён никакими отношениями. Здравствуйте, Ириночка. А что, ваш возлюбленный тоже сидел в тюрьме? А я хочу, яблочек. Или его жена, чтобы ничего не знали о его жизни? Нет, жена была, во-первых, гражданская, а во-вторых, она всегда воспитывала в другом городе сына. Он говорил только о своём сыне. Он говорил, что уже с твоей женой не общается. Я уже это узнала через полгода. Ирина, дайте игрушки. Сейчас, конечно. Как ты всё видишь, а? Ну как ты всё видишь, Роза? Мне витамин надо есть. А это разве тебе, Роза? Это разве Розе или это жених? Она сказала всем. Углашаю всем. На внешность приятная. Приятная, да. Бладинка. Натурально, как я. А она твоя соперница, ты думаешь? Значит, была женщина, которая ему родила ребёнка, он с ней не жил, любил вас. А часто её навещал? Он не её навещал. Он к сыну ездил, наверное, в год раз пять. Мы очень часто выбирали подарки, передавали деньги ребёнку. Не настолько часто он ездил, но как помогал. Он очень хороший в этом плане. Отец очень хороший. Это он вам говорил, да? Да, он говорил. Что он ездит только исключительно к сыну. Да. У них в одном городе жена, его мама живёт. Мы с мамой по скайпу общались, они говорили, ну, с Екатериной не живут вместе. То есть всё хорошо. И с женой вы не общались? Нет, она через полгода появилась сама. Она через полгода мне позвонила, начала угрожать. Не портить семью, нельзя так. В общем, было много слёз. Милая очень девушка. Да, хорошенькая. Сейчас она как покажет свои рожки. А вот когда она вам звонила, оскорбляла вас, говорила, что вы оставили её мужа в покое, вы своему мужчине передавали этот разговор? Конечно, мы разговаривали. Он сказал, не обращай на неё внимания, она дурная, не надо с ней общаться, не надо её слушать. То есть, понимаете, я ещё на тот момент задумала, что человек, если говорит так о своей матери, ребёнка, то это уже неправильно. То есть потихонечку, в течение года у меня уже были мысли. Ну, правда, бывают сумасшедшие женщины, которые рожают детей мужчинам. Ну, это не означает, что её не надо уважать. Она мать ребёнка его, которого он так сильно любит. Она его мать. Он её обязан уважать. Она ему подарила жизнь его ребёнку. Вы прямо вот сами верите в то, что сейчас говорите? Вы знаете, ничего личного плохого не имею. У неё своя жизнь. Пусть живёт с ним. Мне кажется, она отлично ему подойдёт. Она такая... Такая... Наивная как будто. Потом он стал всё чаще и чаще ездить, да? Нет, она приехала сама в город Москву. Он пропал на 4 дня. Его не было, он трубки не брал. Я поняла, что всё время он проводит с ней, раз он трубки не берёт. И всё, я ему написала... А там он рассказывал, что боится, что ему не даст... Не даст общаться с ребёнком, да. Он этого боялся. А вы москвичка? Родилась я в Ростовской области, но сейчас я купила жильё, дом в Московской области. У вас дом есть? Да. А далеко? Дмитров, Дмитровский район. А вот когда вы нервничаете, а я так понимаю, вы часто нервничаете, а сейчас это... Вот у вас сейчас... Вы сейчас нервничаете, да? Угу. У вас пальчики ног загибаются, выходить сможете? Могу. А это прямо так конкретно загибается, да? Когда в гости приходишь, когда в носочках... Ирина, она акробатка. Да, и всю жизнь спортом занималась. А я видела, как они это... Аж напополам. Да, мне профессионально. Просто приходишь в гости... А загибайся обратно. Как гимназка, акробат, у них это нормально. Или кто у вас родители? Мама. А где вы нашли? Отец нас бросил маму, точнее, ей было 17 лет. Мама меня родила очень рано. В этом году попросил с его знакомого. Он работает в ФСБ, попросил, чтобы он нашел моего отца родного. Он там же проживает, в Ростовской области. Его нашли, мы пообщались с ним по скайпу, и он оказался алкоголиком. Я перестала с ним общаться. Но я обрела своего брата, он мне познакомился, сказал, что у меня есть брат родной, нашла. Мы до сих пор общаемся. Я всегда очень хотела узнать. Не то, что счастливее, но я всегда хотела узнать, как он выглядит, увидеть его. Я хочу у подружек спросить. Скажите, пожалуйста, а вот состояние тревожности у Ирины перманентное, только когда какая-то для нее противоестественная ситуация? Или она вообще тревожный человек? Очень спокойный, очень уверенный, очень равновешенный. Это вот она сейчас переволновалась немножко. А вот ничего, если мы к вам приедем? У вас дом? Жить? У меня там одна мама живет. Пожалуйста, она всегда рада. Нет. Если мы живем, ну как бы, вы за нас замуж выйдете. Нет, вот видите, когда Роза говорит, мы приедем, и за нас замуж, вы не думайте, что это и Роза к вам переедет жить, и вы возьмете мужа Диму вместе с Розой. Нет, проект закончится, и они расстанутся. Встречаться будут лет. Пристроить же надо. Мы сейчас в гостинице живем, понимаете? Нет, он живет отдельно. Роза своя квартира. Женщина должна обеспечить еще и квартиры. Очень интересный подход у Розы. Ну какие мужчины пошли? А есть квартира? Буду встречаться. То есть накачался, сел, второго к наделал, и сидишь, ждешь. Приходит тебе женщина, все приносит и говорит, давай. А где вы с Димасиком встречаться будете? Я думаю, мы решим, где с вами встретиться. Нет, это вы сначала со мной решите. А уж где встречаться, это как бы ты не любила Диму, но это Дима должен решить. Вот где им встречаться. А что Дима по углам-то? По подругам-то по... Тогда пусть снимет, чтобы по углам не шоркаться, вот с такой красавицей, с 26-летней, тогда уж пусть он поднапряжется как-то и снимет для этого самого, что ты имеешь в виду. Детку прям заклевала, уже сказала, и переедет, и переночует. Кошечка моя, не надо нервничать, ладно? Я тоже все время живу с вишенкой в ягодице. Понимаете, поэтому... Только я не пальцы сжимаю, а другое место. Ну хватит уже, хватит. Нравится Дима-то? Да, очень добрая. У него глаза очень добрые. У него очень красивое тело, я уже это отметила. Я тоже. Ты создан для нашей Фатины. Да, мне тоже так кажется. Да, да, да. Шикарный тренер, я уверена. Вы тренируете, как я понимаю, да? Ой, а у вас же бизнес, акробатический. Да, у меня своя школа, у меня 12 направлений, у меня работают и детки, и взрослые, у меня с 5 лет детки работают. Основной вид спорта это полспорт. У нее своя школа. Как она будет ездить с ним на гастроли? Ну она же танцует. Да, будет танцевать друг к другу. Ну хорошо, тогда у вас есть три бонуса. Семейная тайна или традиция. Скелет в шкафу или свидание наедине. Семейная традиция. Есть такая? Да, мы, еще бабушки у нас живы были, мы играли всегда в лото. То есть, да, мы собираемся всей большой семьей, родственниками, соседей зовем. Все собираемся, играем в лото. Кто проиграет, кто проиграет, исполняет желание. Эй, вот тут со мной бы посидели, я только на деньги играю. Какая вы хорошенькая, какая вы милая. А сюрприз? Я не знаю, я свободное время либо в бассейн, либо в тренажерный зал. Хорошая вы. Ну явно не лото. Для меня долго сидеть на одном месте достаточно сложно. Я не представляю тебя. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... А ты так сможешь? Ну, не сейчас, конечно. Когда-то я танцевала на шесте. Да ладно. Ты танцевал на шесте. Ух ты. Я видел ее фотки. Я занята. Ты танцевал на шестерах. Я танцевал на шестерах. Я танцевал на шестерах. Молодец, спасибо огромное. А вы можете гордиться своей подружкой и племянницей. Молодец. Молодец, молодец. Это же так тяжело сделать. Руки, ноги сильные должны быть. Ну, потрясающая девчонка. Спасибо. Понимаете, в ней вот то самое целомудрие, редкостное качество. Я имею в виду не в медицинском смысле, которое сегодня почти не встречается. Молодец. А вам понравилось? Ну, я с некоторым сомнением все равно. Я, как сказать, не склонен так сразу доверять тому, что мы здесь услышали. Она своя. Лариса, но при этом она не стрессовоустойчивая. И он трясло ее как... И что? Потому что она волновалась. Это же приятно, когда человек волнуется. Она должна была что, нога на ногу закурить здесь сидеть? Нет, почему закурить? Не закурить? Нет, ну все остальное мне нравится. Приданное, хорошее. Дим, понравилось? Мне понравилось, да. Жене, кстати, очень молчаливо, да? Хорошее. Он, собственно, не высказывает совершенно даже своего мнения, слушает мнение страны. А тебе, Василиса? Мне очень понравилось. Я считаю, что, во-первых, Дмитрий не обязан циркой провести всю жизнь. Он не прибит к цирку гвоздями. И даже если он сделает шаг влево, шаг вправо, да, это может быть совершенно другая жизнь, и она может быть не хуже. А дальше тренерская, у нее уже есть готовая школа. Астрологически, я считаю, что это просто готовая для вас женщина. Потому что то, что я вам рекомендовала, это смесь воздуха и земли. И у нее смесь водолей и козерога в гороскопе. То есть ты все-таки хочешь, чтобы Дмитрий выбрал розу? Я правильно понимаю, да? Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Добрый вечер, Дмитрий. Сказать честно, я редко встречала таких мужчин, чтобы была такая физическая форма, но при этом сдержанность, такой открытый взгляд и какая-то такая внутренняя гармония, сочетание и души открытой, красивой. И окраснее. Прекрасная речь и гармоничное тело. Сказать честно, я просто дрожу. Спасибо. Проходите к нам. Хатима. 30 лет. Инструктор групповых программ в фитнес-клубе. Гордится титулом чемпионки Южной Кореи по восточным танцам. Мечтает открыть центр самосовершенствования для женщин. Признается, что всегда дрожит от волнения. Предупреждает, что никогда не пропишет возлюбленного в своей квартире. Чем больше Фатина узнавала о традициях семьи своего возлюбленного, тем страшнее ей было продолжать с ним отношения. Надеется, что с Дмитрием ей удастся построить семью. Что же за традиции вы так испугали? Вот давайте про него и рассказывайте. Любимый мужчина был родом из Саудовской Аравии. Там абсолютно другие представления о жизни и о роли женщины. Конечно, мы это знаем. Стерва? Стерва вообще. Ты хотел бы с такой жить? Нет, это что? Боже, спасибо. Отчего? Ну смотри. Зато... Ну, это не главное. Ягодицы и вот это вот декольте. Ну, может быть, потому что я молодой еще. Дело в том, что когда он сюда приехал учиться, он сказал, что мы здесь меняемся и очень хотим вашу европейскую культуру немного перенять, трансформировать и вернуться уже немного другими. Я просто видела здесь по общению с ним, что человек какие-то жесткие моральные принципы, придерживаясь, которые относятся к его традиции, но при этом на что-то он сводит абсолютно отсюда. Ну, здесь гуляют по буфету, конечно. Ну, я бы не сказала, что... А вы вообще не смотрели до этого Малахова Андрюши программы, хронику, там, я не знаю, криминальную? Нет, вообще телевизор есть в доме? У меня нет. Вы такие, вы говорите сейчас, а соль соленая, а сахар сладкий, а снег белый и холодный. Как мы знаем. Суть не об этом, но, знаете, наверное, каждая женщина в какой-то момент влюбляется очень сильно. Она очень уверенно в себе говорит. Да, она переживает. И, кстати, не волнуется. Так как ты, Ира? По скайпу я общалась и с семьей, то есть они знали о моем существовании. Но, как я поняла, что они, видимо, верили в то, что произойдет какой-то момент, что он мне скажет большое спасибо, вы свободны. Но этого не произошло. Отношения развивались достаточно гармонично, нам было очень хорошо и интересно вместе. Он жил здесь, он снимал квартиру. Шикарно. И вас пригласил к себе пожить? Где-то 4 месяца он за мной ухаживал, а потом сразу сказал, пожалуйста, познакомь меня с моей мамой, я хочу ей сказать, что вот мне бы хотелось жить вместе с тобой. Ну, правильно. Зачем ему всякие болезни дурные по Москве собирать? Ему легче и удобнее пригласить женщину к себе прихорошенько, в такой форме. Но он же не сказал, выйди за меня замуж? Он звал. Любимая. Он звал, но он... Ну, Рос, подожди, одни вещи, которые я могу говорить, тебе нельзя, Рос. Мы же тебе говорили, ты же свахка. Тебе нельзя, но другой должен быть у тебя посыл. Если честно, я очень мало смотрю на ее лицо. Взгляд. Дима краснеет, дима краснеет, бледнеет. Ребенка не просил? Нет. Здесь нет, потому что чтобы ложить в постель русскую дуру, они еще говорят, роди мне сына. И не важно, что ей уже 63 года, но не важно, он себя будет просить. Роди мне сына. Там стоял вопрос по-другому, что я вначале не задумывала, что может как-то все не сложиться до тех пор, пока мы не приехали в гости к его другу и не узнали, что девушка, с которой он сожительствовал, а она была арабка, просто из более богатой страны, оказалась в положении. И, естественно, она очень испугалась, и ей предложили сделать аборт. Потом я стала спрашивать у других знакомых девушек, которые были далеко не из России. Они говорят, ну, как бы, кто ты, пятый дед Голларбортов? То есть они очень мощно прессуют, и для них это как бы... Для них это норма. И здесь я поставила вопрос ребром. А вот если вдруг такое происходит у нас, какие действия? На что мне сказали, нет, я грех на душу брать не могу, ты, естественно, рожаешь, и на следующий день ребенок уезжает в Саудовскую Аравию, и мы быстренько делаем так, что это ребенок моей мамы, потому что открывается счет, и сразу ребенок будет на обеспечение. 30 лет уже особо времени нет. Нет, время уже надо, конечно, надо задуматься. Самый край вообще. 30 лет это самый край, потому что здоровья уже как такового нет, мужа еще нет, а ей уже детей надо. Уже пора давно было задумываться об этом. Скажите, пожалуйста, у вас есть квартира, вы сказали, что никогда, ни при каких условиях не пропишете туда мужа. Объясню почему. Потому что в последнее время очень часто оказывают внимание мужчины, и абсолютно через небольшой период времени они предлагают сразу оформить отношения, давайте сразу заводить ребеночка, но так как вот я приехал здесь, вот чтобы финансовый вопрос как-то поправить, а давайте в тебе, у тебя такая хорошая мама, а давайте вместе. Смотрите, если вы пропишете, сегодня законы вас охраняют, в случае развода он все равно ничего не получит, потому что это ваше до свадьбы. А жить вы что, в разных местах будете, что ли? То есть мы на вашей территории вообще никак. Вы, Роза Раифовна, точно нет. Я могу сказать такой момент. Я считаю, что молодая семья должна жить отдельно, потому что, как правило, поколение, мамы, папы, бабушки, так далее, начинают... Вы москвичка? Я москвичка. Смотрите, давайте так, уже все, вода надоела. Сидит Дмитрий, красавец, вы ему там пели дифирамбы, столько комплиментов. Классный парень, перспективный. У вас прекрасная разница в возрасте, 5 лет. Ну что такого, если у него на сегодняшний день нет московской этой самой прописки, нет квартиры? Вы согласны с ним скитаться по съемным, не знаю, там, квартирам? Или? Или вот что? Или есть ипотека? Я не поверю, что вот такая девушка, она... Ну, в принципе, она... Она может рассказать только про одного мужчину. Мне кажется, у нее был далеко не один мужчина, но она что-то скрывает. Не важно, рассказывать самые яркие отношения, которые у нее были. У вас два бонуса. Свидание наедине с иди в шкафу. Наедине. Идите. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Один вопрос. Да. Что для тебя самое главное в отношении? Все. Честность, открытость. И чтобы люди не играли роли. Вот, представляете, рассказывали о своих достоинствах, о своих недостатках. И решали. Либо они с этим мирятся, либо они могут что-то корректировать. Хочешь спросить у меня что-нибудь? Забылись ли прошлые отношения? Или еще что-то хочется доказывать? Либо себе, либо для нее. Так я сейчас доказываю только себе. Только себе? Конечно. Тогда это замечательно. Себе и маме, сестре, потому что они у меня самые родные. Понимаете, есть люди, которые, женщины в основном, которые лезут на рожон. Вот она лезет на рожон. Понимаете, когда уже отовсюду, из утюгов, предупреждают. Не надо, будут проблемы и с детьми. И вам туда не надо. Где родился, там пригодился. Понимаешь? Зачем экспериментировать? Какая такая любовь? Ну, какая такая любовь, понимаешь? Ну, что, о чем вы говорите? А как продолжительные гастроли бывают? Продолжительные гастроли это бывает от месяца до года. Бывает до двух лет. До двух лет? Да. Ну, так если два года, надо точно с собой брать. Либо невесту, либо жену. Не, ну, просто вот молода была, наверное, не подумала. Проходите. Невеста осталась, наверное, переодеваться. А давай вот в трех раз догадайся, какой у нее сюрприз будет. Я думаю, она будет читать стихи Пушкина. Титул чемпионки Южной Кореи. По-восточному, да. Значит, будет точно читать стихи. Точно. Может, та-нибудь живота. Может быть. Ну, ей подходит под внешность. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, нет, не туда, сюда. Забирайте цветы, девчонок, будем сплетничать. Я тут поняла, а что это? Партина. Молодец. Я думаю, что он не зацепил. Он смотрел так вальяжно, передвигал руками, смотрел в потолок. А вот так еще вот вздерните ко мне пятой точкой. Нет, нет, вы же другим. Пятый, пятый. 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 Молодец. Молодец. Я не знаю, вообще это не в моем вкусе, во-первых. Во-вторых, не знаю, нет, мне... Роза. Роза. А что, Таня Своща понравилась? Да мне. Ну, а все остальное, конечно. Номер потрясающий. Просто феерично. Она огненный знак, причем у нее много планет в огне сразу. И она натура страстная, но, к сожалению, очень увлекающаяся и увлекающаяся бездумно. Она похожа на советского человека, который увидел очередь, не понимая, зачем, отстоял в ней, заплатил деньги, и потом с удивлением думает, что же ему сунули в руки. Она способна увлечься мужчиной, за ним идти, не понимая даже зачем. И потом уже, когда отношения складываются, в процессе начинает только думать, чего она так долго добивалась. Я рассчитываю, что просто в следующих своих отношениях она не будет торопиться, не будет мужчине сразу быстро раскрываться навстречу, а понаблюдает чуть-чуть. Тогда будет замечательно все. У нас еще есть одна невеста, Димочка, проходите. Про очередь я хорошо. Дима, привет. Привет. Меня зовут Марина. Не хочу заставлять тебя краснеть, но сделаю тебе все равно комплимент твоему телу, красивой, брутальной внешности. И хочу пожелать тебе, чтобы ты сегодня нашел здесь то, что ты ищешь. Спасибо. Спасибо. Марина, 28 лет, предприниматель, открыла школу плетения коз, гордится тем, что сумела заработать миллион, мечтает родить троих детей, признается, что ее трудно разбудить, предупреждает, что никогда не выйдет замуж за вегетарианца. Марина не смогла найти общий язык с итальянским женихом, поэтому предпочла ему русского кавалера. Но и с ним полного понимания не получилось. Надеется, что Дмитрий – ее мужчина. Здравствуйте. Ну, тут вы сойдете с Розой. Она тоже считает, что итальянцы худшие мужчины в жизни. А можно подарки подарить? Можно. А вот итальянец бы не подарил подарков. Девчонка милая, симпатичная. Мне кажется, вы две девочки милые, милые. Но не похожи. А потом кукол. Да, да. А, Мариночка, так что там у вас за история с итальянским женихом? Ну, так как я люблю путешествовать, раньше я много путешествовала, и, соответственно, на Сицилии в очередной раз... На Сицилии? На Сицилии, сицилиец, да. А как сказали? Горячий Эдуардо. Не тот. Их там много. Познакомились, он работал спасателем. Ну, и как-то так у нас все быстро закружилось, завертелось. Ну, они очень темпераментные, эмоциональные. То есть они так ухаживают красиво, и я тогда, изголодавшаяся просто по мужским каким-то вот, ну, таким поступкам, повелась на это все. Ну, если у них жених был итальянец, зачем ей русский понадобился? Если у них там и деньги, и все хорошо. Не забывай у них свой менталитет. И, ну, конечно, это было все приятно. Пригласили его в Россию? Да, я уехала... Ну, там я была месяц, через месяц я уехала домой, и буквально сразу, не прошло и месяца, он приехал сюда. И три года мы не расставались. Мало того, он сюда приехал и устроился на работу поваром. Да, это было очень сложно. Он начал учить язык, он долго не мог понять, как себя применить. Ну, какой молодец, что он не сидел у вас на шее. Он пытался, да, он старался как-то работать, как-то быть здесь полезным. Он помогал мне. Через некоторое время я там как раз открыла свой бизнес, запустила свое дело. На сказечке. Да, да. А поскольку виза, наверное, трехмесячная, вы мотались на две страны, да? Да. Мы жили здесь три месяца, потом виза у него заканчивалась, и мы ехали туда. Ну, честно говоря, мне кажется, в итоге девочки, они такие очень милые, юные, но немножечко чего-то не хватает, как будто пустоваты, что ли. Как семья его восприняла? Как ни странно, я думала, что там семья вот такая итальянская, но его мама меня очень полюбила, и она очень хотела, чтобы мы поженились, и просила и детей скорее, и... Ну, а он нет, то есть у них вот мужчины, они как бы очень поздно созревают, и вот он боялся. Не созревают они поздно, они ран созревают. А вот для брака, для брака, они поздно созревают. Ну, молодец, он ради нее старался, видите, как приехал к ней на родину сюда, учил язык. А вы не знаете, разве что, во-первых, платят, вот я всем говорю, кто девочки хотят итальян, все целиться, не важно, я просто изучала этот предмет. Брать надо первый раз, все. Вот пока он первый раз вас увидел, секс, мэкс, пэкс, подарки, как можно больше, дороже, все сразу получите. Потом вы становитесь его собственностью, более того, вы сидите дома, он приходит после работы, ничего вы не покупаете, никуда не ходите. Роза, ку-ку, это у тебя был такой, когда деревня случай. Нет, а что она все удивляет? Она ничему не удивляет. Знаешь, у меня такое ощущение, что Роза в последнее время не участвует в программе, она где-то в своих мыслях, а потом вступает и все мимо. У них три года Роза были отношения, он был очень щедр по отношению к Марине. Еще пять лет могло бы быть. Да, у них было все хорошо. А ревнует не только итальянцы, но и наши мужчины. И содержал ее там по три месяца. Но ревновала, она говорит, и правильно. А вот это вот про секс, мэкс, и что нужно все брать в первый раз. Это в самом начале, первый раз надо все. А у нее и не только в первый раз, все в три года. Ну хорошо, что он вам подарил через три года, давайте, что подарил? Он дарил очень маленькие, но романтичные подарки. Вот, а что я тебе подарила, а? А я когда первый раз, о, все по полной программе, как говорится, зато не в накладе. Конечно, тебе годков-то уже сколько. А моя вся жизнь впередет. Вот на самом деле, хотя Роза говорит такие жесткие вещи, но они правильные, правдивые. А здесь где живете? Десять лет живу в Москве, свое жилье пока не купила, но планирую. А миллион-то вот этот не разбазарили, который зарабатывая на косичках, заработали? Я продолжаю зарабатывать. Почему при таких деньгах нельзя зубы себе хорошие сделать? А у вас остался один бонус, скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Будем смотреть или ну его? Давай, я посмотрю. Да сейчас. Ого, Господи. Ла-ла-ла-ла. Что это? Ла-ла-ла. Это ружье, это пистолет. Однажды на даче я решила пострелять в соседское белье. И, ну, это была винтовка такая. Это воздушка? Воздушка, да. И случайно попала в соседа, прям ему в щеку. А если бы в висок? А если бы в глаз? И это было очень страшно, конечно. Поэтому пришлось оплачивать ему лечение. Сколько же вам было лет? Извинялись, я надеюсь. Ну, лет было уже около 18. Какой ужас. Мне кажется, этот секрет, вот, скелет, он должен как-то ее раскрыть. А это такая шанс, которая у всех детей бывала. Ее как личность не характеризует. Дима, я знаю о том, что ты любишь устраивать сладкие воскресенья. И хотела бы устроить небольшой сладкий вечер сегодня и угостить тебя романтичными конфетками. Надеюсь, ты... Не ест, я кормила уже. Не ест. Проверим. Сейчас и проверим. Я думаю, что... Искушение. Да, насколько легко тебя искусить. Не есть, Димочка, козленочком станешь. Держаться? Да. Не могу одной рукой открыть. Держи, пожалуйста. Вырастить что-нибудь. Ну, одну можно. Ну, ладно, съешь. Спасибо. Разрешаю. Дима, еще. Я видела, как в начале программы ты отлично управлялся с Розой. И мне очень хочется попробовать. Мне, конечно, очень страшно, но если ты повторишь... Каблуки сними, не портни партнера. Да, как это сделать? Андрей, подойдешь? Каблуки снимай. Подойдешь? Подойду, подойду. Жених как-то особо пока не заинтересовался. Все друзья смотрят на нее, она переживает тоже. Вот сюда, вот сюда. Можно я вставать не буду, как Роза? Нет, нет, в этом здесь и смысл. Да? Да, главное, вы выпрямляйтесь. Ух ты. Вниз не смотрите. Так. Смелей, 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 смелей. Смелей. Отпускаем одну руку. Одну. Так. Не надо за него хвататься. Не надо за него хвататься. Не надо. Все, 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 все. Не надо за него хвататься. Не надо за него хвататься. Вот выпрямляйся, выпрямляйся. Вот я держу. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Выпрямляйся. Всё, стой. Замри. Теперь одну руку давай ему. Одну. Не мне, ему. Одну. Одну. Он сам возьмёт. Локти выпрямил. Локти выпрямил. И спрыгиваешь вниз. Локти прямые. Прыгай. Всё. Молодец. Спасибо. Здесь всё успела уже до нас. И покормить, и... На шею встать. Да, да, да. Опасный конкурент. Андрей Иоланта, как вам? Девушка экстремалка решилась на такое с первого раза. Браво ей. То, что выпрямилась, то, что встала, да, это хорошо. Ну, это твои цветы. Держи. Да. Боже мой. Это было страшно? Можно теперь с ним точно по логостроям ездить. Я готова. Куда угодно. Роза. Это другой ей нужно. Обычный. Просто. Не будет жертвовать собой, мне кажется. А жаль. Ну, не соглашусь с вами. Во-первых, совершенно не обязательно жертвовать. Потом Марина первый раз видит Дмитрия, чтобы сразу раз и положить всю жизнь к его ногам уже. Она женщина... А мы у нас нет такой задачи на программе. Она совершенно верна. Так вот, она женщина земная, и она способна быть хорошей хозяйкой. Ухаживать она способна за ним. Но она, наверное, хотела бы себе тоже синицу в руках, а не журавля в небе. И понять, что она получит в результате этого брака. Мне кажется, учитывая то, что он тебя так тяжело поднимал, хотя, на самом деле, я знаю, что ты очень легкая, мне кажется, у вас не сойдется. На мой взгляд, прекрасная, достойная. Я думаю, она его просто задавит. Посоветуйтесь пока. Кому пойдет Дима, у вас есть полминутки, хорошо? Посоветуйтесь. Не первый пока. Да. По крайней мере, у него есть жесткий бизнес. Ты про что говоришь? Про первый. Да. Ну, во-первых, плюс то, что акробат. Мне кажется, решает тренер. Тренер этот вообще, да. Как тренер скажет, наш тренер супер-бизон скажет, как отрежет. Потом, если про ягодицы опять же говорить, то, конечно, это интересный вариант. Я очень хочу, чтобы он, конечно, за мной вышел. Он очень хороший. Ну что, друзья мои, решили, к кому пойдет Дмитрий? Нет, решать будет он, безусловно, но мы как совет, как сказать, никогда не надо слушать советчиков, да, но как сваты мы, кстати, оказались единодушны. Это уже приятно, и я думаю, что... Кого? Дима говорит. Дима сам. Нет, ну вы скажите, что же... Кому рекомендовали вы? Мы думаем, что это первый вариант. Ну, в принципе, я всегда говорю, жена для мужа, вот, ну, это как соль для мяса. Вот мужик мяса, а жена как соль должна быть. Будешь готовить ему мясо? Ну, конечно. Мясо, свинила. Зачем свинила-то сразу, ну? Ну, и здесь более-менее, Ирочка, конечно. И деньжата есть, и в теме вроде бы... Скажи, а соль на мясе на его живом, что ли, на нем живом соль, которая разъестывала? Нет, почему разъестывала? Она его поддерживать будет. Конечно, Ирина, в ней есть та вот эта вот трепетность, которую я редко очень в женщинах встречаю, и я это ценю. Самый идеальный вариант. Советуйте меня, пожалуйста. Самый идеальный вариант вообще. Я думаю, что и эксперты все будут за тебя. Ну, ты готова с ним? Да. Готова? Готова? А, я уже думал, замуж. Я думаю, вы решили, куда пойдете. В любом случае, мы вас поддержим. Проходите. Я приглашаю всех. Выходите. Давайте, Дмитрия, поддержим. Спасибо. У нас есть пара, Ирина и Дмитрий. Если вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, поженимся. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ